Как гласит история, казахский этнос как таковой сложился в 15 веке, после объединения тюркских и монгольских племен. По информации греческих источников, предков казахов называли скифами, персидские источники их называли саками. В советское время все кочевые племена Великой Степи принято было называть скифами или скифосаками. Народ, который мы знаем как саки, они в греческой традиции назывались скифы. Само название их было «Скалоты». То есть, согласно всем этим первоисточникам, они делились на три группы. Первая группа – это саки Брадарая, это живущие за морем, то есть они проживали на территории Украины, южных степей России. Вторая – это Хаума-Ларга, они проживали на территории Таджикистана и современного Узбекистана, это пившие хауму, условно говоря. И третья группа – это саки Тиграхауда, то есть на себя сейчас, в настоящей шапке. Они проживали на территории Юго-Восточного Казахстана и Кыргызии. Принято считать, что скифосакские племена населяли весь Казахстан. Археологи выявили по всей степной зоне истоки их искусства, которому характерен звериный стиль. Однако недавно ученые пришли к выводу, что на самом деле это были отдельные племена, которые обитали в определенных районах. В 2010-х годах произошел бум в изучении генетики саков и скифов. Если ранее мы считали о том, что существует единый скифосакский мир на основе определенных единой материальной культуры и единого звериного стиля, то сейчас генетика немножко развеяла эти мифы. Судить о единстве сакоскифского мира на основе материальной культуры и звериного стиля – это то же самое, что судить о единстве, например, постсоветского мира на основе того, что материальная культура в этих постсоветских странах – она единая. То есть фактически это на самом деле неправильный научный подход. И вот генетика, она позволила изучить эти все разные группы саков и скифов, которые проживали на территории Великой Степи, и они оказались немножко разные по генетике. То есть можно выделить отдельные очаги вот этих племен, которые между собой отличались по генетике. По словам историка, это открытие стало первым ударом по идеологии скифосакского мира. В 2017 году была опубликована еще одна научная работа международных генетиков с аутосомными исследованиями скифов и саков. Выводы были не менее удивительными. В данной работе было доказано, что не существует единого скифосакского мира с точки зрения генетики. Далее было показано, что западные и восточные саки и скифы отличаются между собой. И более того, было доказано, что восточные саки и скифы, проживающие на территории центрального и восточного Казахстана, являются аутосомными предками современных тюркских народов, таких как казахи, кыргызы, тюркские народы Сибири, вплоть до казанских татар. Таким образом, нельзя утверждать, что казахи произошли только от скифосакских племен. Ведь наши степи населяли и другие племена, такие как Аргипеи, Аримаспы, Савраматы и Седоны.